Надо что-то решать и думать, потому что вообще непонятно очень много, вот для меня, допустим, непонятно очень много, и чем ближе к концу жизни, тем больше, конечно, вот, и хочется не промахнуться, не слушать, кого попало, это вот Серёжа сказал, ну, ты Осипова там слушаешь, там, ну, вот что там, ну, вот я ничего не замечаю за Осипова. Ну, чтобы я не согласился, вот в чём дело, Серёжа, ты здесь, да? Я здесь, здесь. Здесь, ну, ну, ничего, ничего, допустим, ты сказал, ну, и я там, это что-то, да. Осипов очень хорошо, интересно говорит он, понимаешь, нет, он за православие, он всё это хорошо, и журит этих монахов, там, за свои рок-концерты, там, что там, потом ещё вот эти, которые там идут, идут люди наши, вот, там, к этим мощам, там, теперь к иконам, к этим, ну, в общем, к такому вот этому, всё, что удивляет, что это приносит, как бы, вот, ну, чудо такое, интересно, вот это чудодейственное. Вот, он это не приветствует, да и тут и приветствовать нечего, вообще-то, собственно говоря. Ну, кто-то хочет, ну, пусть идёт, и всё, ну, просто надо сказать, что это не должно быть самоцелью. Если, допустим, съездил в Тулу или куда-то там, ещё куда-то там, да, ну, в монастырь какой-то съездил, и думаешь, ну, вот, теперь всё, я же вот съездил, потратился, потратил время и финансы, ничего подобного не может быть этого. Ну, это нет личной связи с Богом, поэтому... А, ну, вот, нужно личную связь такую с Богом, чтобы Господь мне как-то вот надоумил, что вот, Михаил, ну, тебе вот всё хорошо, вот ты бы съездил, вот, в монастырь вот такой. А зачем? Зачем Михаилу ездить в монастырь? Если он здесь, в Барнауле, сидит в квартире без Бога, то он приедет так же в монастырь, он стукнется о браку, и так же уедет, как он... Если он дома не молится, Михаил, правильно, не читает Слово Божие, то и туда приедет, лоб перекрестит, лбом стукнется о браку, и поедет домой, как пустой, уехал, так приехал, так уехал. Я совершенно прав. Если вот я сижу в этой пустой квартире один, тут правильно никто, ничего тут это не делаю, не читаю и не слушаю, то и действительно чем ехать, так зачем? Вот именно. И абсолютно незачем. Ну, я вот смотрю в интернете, и теперь вот эти лекции слушаю, теперь там много еще всего, чего можно еще находить, значит, там, ныне живущее. Здравствуйте. Перебью я. Знаете что? Слушайте Олега Стеняева. Я его слушаю. Вот, вот это интересно. Ну, был Даниил Сысович, там, правда, я его уже 52 раза переслушал, все. А так больше, ну, некого. Скачева я, у меня какая-то оскомина не приобретет, я увидел, как он осеняет себя Хрестом Знамени, я не могу его просто слушать. Мне Стеняев тоже нравится, и у всех вот, кого я слушал больше, вот, помню. Потому что мы, я не совершенный, допустим, вот, может быть, я человека вот так на него начну, вот, хочу, как бы вот так вот должен быть. А почему так-то? Да вот какой есть, он такой есть, и все. Ну, я должен от него что-нибудь, частицу какую-нибудь взять и, слава тебе, Господи. Нет, оно хорошо, научиться можно у муравья, все правильно. Даниил Сыгин научиться у муравья, но если мы, как вы понимаете, если вот, если мы умеем отделять козлов от овец, да, если мы, например, чисто от нечистого умеем отделять, или, например, вот есть человек, который может там нести сам свет, если он сам свет несет, да, допустим, или горит огнем, да, вот, если он огнем горит, он зажигает ворок себя других, а если он потух, он пачкает, да, ворок себя, как кому прикасается, головешка, она пачкает. Так и здесь получается. Ну, вот он несет, выносит из своей сокровищницы и доброе, и злое. Если мы, у нас мозгов нет, что отделить, что вот это, ну, можно принять на вооружение, этим можно воспользоваться, это мне будет полезно, а этого надо бояться. А если мы все вот так вот потоком принимаем, то у нас потом потоком и будет. Мы не знаем, что еще написали. Он сказал, что как змей мог проникнуть в рай, да, элементарно мог проникнуть, потому что в рай он и получил название свое. А в фигуре все может быть. Нагаж. Ну, он, он... Слушайте, Сергей, Сергей, вот уж написано в Библии, написано, Тот, который был должен, 10 тысяч талантов. Вот прикинь, сколько это золота, сколько какой это эшелон, сколько это вагонов золота. Он занял где-то у кого-то, ну, царя, и растратил. С ума сойти, как можно растратить эшелон золота. Это просто для того написано, что он был должен очень много, просто так, очень много. А вот 10 тысяч талантов, да 10 тысяч с ума сойти, я не помню, сбился там считать. Да нет, это понятно, что мы по своим грехам, Господь, должны быть неоплатный долг. Мы перейдем неоплатный долг. Да, просто он очень был много долг. А тот человек, с которого он взял за шиворот и там начал трясти, я ему... Конечно, он там маленький, ему тоже был. Ну, может, там месячную зарплату там какую-то, ну, примерно так вот. Ну, здесь же так вот, что, как говорится, что все мы, Господа, должны, в общем, в неоплатном долгу, да? Но, видя человека, своего ближнего, да, кто там против нас согрешающий, мы ему не прощаем грехи. Мы с него требуем, чтобы он отдал нам все до последнего. И, Господь говорит, извините, если вы хотите, чтобы вам простилось, в какую меру, так вы и вы прощайте. Потому что то, что вам должны, то, что вас как обидели там или что-то делают, это по сравнению там, как сказать, даже угря не стоит по сравнению с раковой опухолью, которая в тебе. Вот и все. Ну, это элементарно, она понятная такая, притча такая, ну, она понятная же. Ну, вот и писания еще очень много, чтобы аллегорически понимать можно, вот в чем дело. И вот для чего, вот, собственно говоря, я тебе скажу про одного баптиста, вот он его в роликах у Игнатия можно видеть. Мы с этим баптистом разговаривали, он мне говорит, пусть покажут, где у них предание лежит. Вот предание, предание, говорят, а где у них предание лежит. И я вот, будучи православным, ну, это еще в Москве было, ходил я в храмы, причащался, исповедовался, все, это все. И потом, для меня-то, вот он вопрос этот баптист задал, а для меня было это открытие, я думаю, а правда, а где это предание-то какое-то? Ну, и спрашивать не стал. А вот после, после, потом уже, потом уже, до меня дошло, что значит это предание церкви православной нашей. Это не какая-то книга одна, там, как я представлялся, я думаю, в алтаре, наверное, лежит там, ну, что-то еще, под вид Библии, там, или Тора, как там, или что-то такое. Теперь до меня дошло, что предание, это вот все издания, которые есть святых отцов, с самого начала, от апостолов, вот это все предание. Вот это связь, там, вот это вот рукоположение, архиерейское, там, вот это вот все прочее, все. Вот это оно, в церкви все это есть, Игнатий говорил очень хорошо, что это все переписано, и есть какого епископа, кто поставлял его, и кого он поставлял, и прочее все. То есть, ну, как бы законно, твердо все основания есть. И вот это предание, это оксирянские соборы, это соборы еще постановлений разных, и там столько, их много, прочее всего. И вот, допустим, Игнатий, вот это за это 900, там, этих правил, 417 нарушаются, это не так, это не так. Для меня это совершенно не имеет никакой роли, потому что я могу в храм прийти, и мне все. Батюшка, который объяснит, скажет, что мне нужно, а я даже не хочу, ну, спрашивать мне нечего у него, батюшки, там. Я просто, когда у меня нужда созреет, я иду в храм, исповедуюсь и причащаюсь, вот и все. И что мне нужно еще больше, ничего не нужно, я причастился, исповедовался, вот и все. Пока его. Все так же. И все. И теперь вот мы в прошлый раз говорили, и этот брат там молодой, он на машине-то что ли уехал, он говорит, вот я хочу вот приготовиться, приготовиться, ну, значит, кто-то все сделает, старается. Я его понимаю хорошо, он старается, вот даже мало молился, теперь каждый день, значит, молитвы утренние, вечерние, каждый день надо. Теперь за столом, значит, надо не пропускать тоже, а то мы чашку поставили и плюхнулись, и ложку взял в рот, а потом помолиться-то не помолил. Да уж что теперь, ладно, когда лажу, ты нас, значит, поблагодарил. Это у меня так бывает. Ну, вот и все. И он, вот я ему сказал, что я говорю, ты приготовиться, ну, никак не сможешь. Вот некоторые говорят, что вот надо приготовиться. Ну, ты знаешь, это надо же приготовиться к причастию. Это, значит, вот, ну, там три дня проститься, ну, там еще, значит, вычитать это все, ну, потом еще там что-то. В общем, такое-такое-такое, чтобы ты готов был. А Гусев, вспоминает, переводит это по-другому и говорит, ну, можно попаститься тебе, ну, ты работаешь на работе туда, ну, день-то попастись, один день-то. И вечером-то в субботу пришел, да и все, и исповедовался. Вот в чем дело. И человек никогда не приготовится. Он как бы, ну, приготовился, что... Это понятно. Вот, брат Михаил, ситуация совсем в другом. Да, в другом. Дело в том, что, соединившись с Господом, когда мы причащаемся, да, мы должны эту благодать после этого еще хранить, чтобы мы тут же не причастились и не пошли грехи творить. А если человек, вот, смотрите, он готовится там поститься, молитвы вычитывает. Например, вот почему столько придумали, вот, молитв вычитывать? Раньше же не было. А придумали для того, чтобы, вот, ты, например, вот, в один день ты каноны прочитал, в другой день ты прочитал Акафисты, в третий день ты правила ко световому причащению, кроме молитв утренних, вечерних, да. И уже ты, когда ты причащаешься, ты уже после этого ты понимаешь, ох, да, слишком долго я готовился, слишком много я получил, ну, это самое, положил трудов, чтобы сразу распылять вот это все. Вот в чем дело. Потому что, причастившись, мы должны хранить благодать. Вот в чем дело. Мы должны чувствовать и хранить ее. А если мы ее не храним, тут же распыляем, то мы, как, получаемся, как неблагодарные свиньи. А чтобы этого не было, оно вот... А на самом деле, вычитывание вот это все, оно, конечно, значение имеет абсолютно, ну, как сказать, относительное. Потому что первые христиане, они причащались практически ежедневно, совершали хлебопроломление по домам. Вот. Почему? Потому что, ну, да, а молились, ну, что, как утренние, вечерние молились, они прибывали, старались валить и постоянно прибывать там, как вот. А такого правила оно не было. А здесь установили порядок для того, чтобы мы вот это вот сразу, ну, мы не растеряли благодать, чтобы помнили, ох, сколько я готовился, столько трудов положил. Нет, сразу же не буду грешить. Ну, вот оно, это и собирается из этого всего церковное предание. Вот и все. Раньше эти молитвы, да все написаны, это уже святынь уже... Это уже правило на правило предания. Вот понимаете, в чем дело? Вот предание, оно с первых веков. Вы помните, ну, который, ну, отстраняется от братьев, которые поступают самочинно, а не по преданию. Вот предание, оно в чем было? Как крестить правильно, да? Как рукополагать, кого рукополагать? Вот это вот именно в первой церкви обрядовая сторона, она была в предании вся. Потому что как делать все правильно? Вот это было все в преданиях. А потом уже там у нас наслоилось столько, там, соборы же, они тоже не сами по себе. Они как бы стали померить поступление проблемы, на ней решались. Да, появилось орианство, появился первый собор. Нужно было символ веры, вот они часть одну, потом через некоторую вторую часть символа веры. То есть померить поступление проблем, вот в чем дело. Вот к последним векам проблем-то становится все больше, больше, больше. И вот все-таки я думаю, вот то, что мы сегодня говорили, Библию, что вот написанное, но оно понятно для нас вообще-то. Ну, некоторое, значит, там, если бы мне не сказал вот там человек, что, а это вот нужно понимать, можно и так, можно и так понимать это слово. Я не знал, то и не думал об этом, а теперь вот когда узнал об этом, и теперь думаю, так думаю, это ж надо же, вот написанное Евангелие, оно ведь переведено с того языка, оттуда, оттуда, и это все, и нам. Ну, переведено, оно ведь не совсем так. Так, и вот если только на одном Евангелии свою веру стоит, по Евангелию, только по Евангелию, из этого и бывает вот этих много, как мы называем, секты. То есть группы людей, маленькие церкви, а не там общины, или назови их, ну, деноминации, там, прочее, все, потому что, ну, не мог же ты не быть вот этого всего, потому что Евангелие таким образом написано, что должно быть вот это все, вот это все много, множество должно быть. Потому что понять Библию, два человека никогда не договорятся между собой. Два человека, читая Библию, никогда между собой не договорятся. Нам, им нужен третий посредник. Вот, значит, этим третьим становится предание. Вот эти все соборы. А теперь соборы, ну, многие правила, они вообще, но я очень, вот, приведу такой пример сейчас, да. Игнатий Латкин, Игнатий Тихонович, вот. Он, значит, очень все это четко у него, он, потому что память феноменальна. Он вот это все, значит, очень хорошо. Я с ним уже давно был знаком. Так вот, когда мы с ним были у священника Александра Миня в московской квартире, мы с Игнатием пришли туда, к нему вдвоем. Простите, Михаил, а вы не вспомните, в каком это году примерно было? Это было, так, это до 80-го года было, по-моему. До 80-го? Или в 80-м. Так, ох ты мой. Ну, и не больше 81-го, наверное, года. Так вот, в общем, где-то так, наверное. Вот, и что мне нужно? Игнатий, эта беседа записана. И она у него в книгах, он ее выставил, в книгах напечатана вся эта беседа. И кроме того, что она на пленке была. И вот Александр Миня, как разговаривал с Игнатием, потому что я привык слышать Игнатия, который говорит, и да, и аминь, больше никто ничего не может сказать. Вообще ничего. А что я могу сказать против Игнатия? Нет вообще. Вот что говорит, так мы и слушаем, и хлебал, хлебал. А потом, когда услышал Александра Миня, он такой, да, родный, волосы такие у него лохматые, черные, борода такая у него, ух. Игнатий про него сказал, говорит, махровый еврей-то такой. Я думаю, да, это очень махровый. И вот он, значит, Игнатием там говорит, и как он начал там на Игнатия, и вот на эти колонны, там, и правила, там прочее, что он, да, как он, о-о-о, Игнатий-то, смотрю, молчит мой. Ну, правильно, он священник, тот же встанет. Ну, Игнатий-то, видимо, так не противоречит ничего, так это все. Ну, он убедительно говорит тоже все. Вот я понял, думаю, о-о-о-о, так это ж... Вообще я это первый раз такое слышал, а потом стал дальше больше слушать. А отец Дмитрий Дудко, вот, царство ему небесное, очень много говорил, я слушал, и, в общем, у него все время там был. Как бы вообще не его такое. Все слушали отца Дмитрия-то. У каждого свое, понимаешь, Сережа? Что-то вот такое, что-то в это, что-то в это, все. Потому что все мы разные, наверное, из-за этого. И у всех разная грамота, грамотность, вот это вот, знания и память и прочее. Так что, просто я думаю, что можно слушать все, но Господь, наверное, только смилуется над нами, чтобы не свернуть ни вправо, ни влево своими собственными нуждами какими-то, или чем-то вот это, чем-то, чтобы не увело меня вот это все. Ну, главное оставаться в церкви, вот. Конечно, мы можем быть всякими, может быть даже что-то не понимать, где-то быть и в немощи, в ереси какой-то, потому что, как бы, я вот с Игнатем Тихоновичем, почему вот согласен, вот в рамках церкви, я с ним полностью согласен, что церковь, вот она держится только на рукоположении. Вот только на рукоположении. Вот это все остальное, вот, как говорят, там вот у армяне, там ерес, то или там вот какие-нибудь другие ереси, все это относительно. Потому что, если, например, нас сравнить с армянами или с коптами, с эфиопами, да у нас, может быть, там больше ересей и грехов, чем у них. Вот если сравнивать, то на весах неизвестно еще, чьи там перевесят. Но, но, если есть рукоположение, значит церковь. То есть главное, чтобы были рукоположены священники, которые совершают литургию. Вот литургия совершается, где завет с Богом. Чтобы священник мог покрестить в церковь, чтобы он мог, и надо человека исповедовать, и чтобы завет с Богом совершался, вот через принятие тела и крови. Все, это уже церковь. А если там рукоположения нет, все, уже самочинное сборище. Вот. Уже самочинное сборище. Только в этом вот я вижу церковь. Поэтому, как бы, если мне говорят, там, вот я тоже с людьми спорю, что, ой, да вот там один грек мне пишет, значит, что, что армяне, я вот с армянах отзываюсь неплохо, армяне это еретики. Ну, я не могу с ним спорить. Я говорю, нет, перестаньте. Перестаньте. Ничем они не хуже нас. У них есть апостольское приемство, у них есть, все, до свидания. Больше меня не касается ничего. Вот, не касается. А то, что у них там, если есть какие-то немощи, ереси, это абсолютно уже человеческое привнесение, оно вот, как бы, Господь уже смотрит на это по-другому. А когда ты отрекся уже от предания, уже ты не имеешь, здесь уже у тебя нет, просто ты вне церкви. Вот в чем дело. Вне корабля. Я так понимаю. И Игорь Тихович примерно точно так же. Ну, это самое правильное понятие, что должен быть человек в церкви. Вот, видимо, и в церкви. Вот это все. Конечно, так должно быть. А на самом деле, если говорить так, что вот на правильном пути, да не может такое быть. Вот, вот и что веришь, только Христос нас спасает. Все. А там ереси в каждом человеке. Столько понамешано, относительно его вот грехов, сластолюбия, там, того-сего. Столько понавыдумано ересей, что ой-ой-ой, прости Господи. Правильно, правильно, правильно. Сергей, вот можно быть, конфессия, значит, вот наша русская православная церковь, московский патриархат, все прочее, все законно, вроде бы все нормально, все хорошо. Но ведь опять же, некоторые, так это и знаете, я вам говорю, сколько, это сталинско-бережская московская патриархия. Вот и все. Ну, вот мне, допустим, допустим, ну, все равно сталинско-бережская, мережская, наверное, это московская патриархия. Или нет. Мне все равно. Московская патриархия, патриархия и прочее, все. Нет. Не хочу поговорить. Это нам, нам всем все равно. Об этом думать. Вот в чем дело. А другой человек, как Игнатий, допустим, он, значит, борьбу ведет, и он все время, значит, у себя даже в его общении, там это, все время эту московскую патриархию, московскую патриархию, чьих хвост это, чьих хвост это. У него, у него все нормально, у него правильно. Здесь дело вот в чем. Нет. Нам с вами все равно почему? Потому что мы ищем другого. Мы ищем, как бы, мы более с вами эгоистичны, что ли. Мы пришли, причастились, мы не влазим, как бы, не начинаем там бороться с витрынными мельницами. А здесь ситуация в чем? Что действительно, вот если, как бы, человек пришел с закрытой душой служить в церковь, юноши, то если там, а люди, у людей очень много разного, там столько понамешано, столько, что даже и помойка, и клака, и что угодно есть. Там люди ведь разные в церкви крутятся, и могут человеку и в душу и накакать, и наплевать, и все что угодно. Поэтому, как бы, человек, который пришел с открытой душой и думал, что там что-то найдет, он может обжечься. И действительно, как бы, учения нет, заботы о людях там, как таковой, нет. И поэтому Игнатий Тихонович с этим и воюет. Вот что. А так, а кроме того, те люди, которые там чего-то достигли в Московской Патриархии, они, борясь за свое место, за портфель, так скажем, они могут быть очень жестокими. Это однозначно. И поэтому оно и кажется, что это все неправильно. Но на самом деле это было всегда. Вот как только церковь стала вот средством наживы с равнопосленного Константина, когда было выгодно стать христианином, да? И всегда вот это уже пошло. Всегда уже было люди, которые нечистоплотные в церкви, которые приспособленцы. И из-за этого такое вот это вот идет. Вот в чем дело. А там Московская Патриархия, если посмотреть, она ничем не хуже ни греческой церкви, ни болгарской, ни румынской, ни сербской. Все одно и то же. Однозначно. Даже может быть еще и лучше. Почему? Потому что они не принесли такого гонения, как мы, а точно так же крест отобливанием, точно так же у них все то же самое, что и у нас, и иногда еще и похуже. Понимаете? Только в отличие мы что-то еще приобрели и какой-то там мученический, ну если не венец, а опыт приобрели. Вот в чем дело. Согласны со мной? Да, конечно. Конечно. Ну вот. Мне интересны, да еще много тут интересного всего. Ну, перебирать просто неохота все. И время уже мало. У меня уже 82 года уже куда там думать надо как-то бы отстать от всего. А не могу отстать, а тоже интересно что-то. Вот. Надо бы уже просто вот так вот попроще. Если человек живой, он и должен быть это самое. Ну, попроще бы надо думать. Ну, вот и все. Очень сложно все. Очень сложно. Очень сложно. И много того, что там Святой Евангелие имеют и больше ничего не хотят иметь. И сколько их много? Ой, я знаю, но дело в том, что они и дробятся, и дробятся, и появляется все. Ну, а что сделаешь? Что сделаешь? Кому можно сказать, скажешь, кто послушает, тот послушает, а так на каждый роток-то платок не накинешь. Ну, а что сделаешь? Ну, там состоятельная такая вот тоже организация. Когда я пришел, я запробовал здесь сколько там дней? 4-5-6 лет где-то в общем так вот это все было. И все это был уверен, что это да, это все хорошо, все отлично, и спасем все, и очида в нашем небесах, все, мы туда идем, стремимся, и прочее, все такое. И было такое ощущение, вот чем дело, да. Было ощущение, конечно, обольстился и думаешь о себе. Я примерно знаю, что это такое. Просто я что, слышал, они читали Библию, и каждый по-своему проповедовал, и все, и нормально, хороший проповедник, еще лучше, еще лучше. Живут своим мирком, и все, что, свой мирок там, свои ценности, свой мирок, там, каждый, и... Ну, вот, такое бы было, это была бы живая церковь, лучше было бы, но вот в православной, вот в храме, вот в ограде, церковной, вот эта вся жизнь, а за храмом тут уже вышел за ворот. А я за что и борюсь, я за то и говорю, что обязательно должна быть возвращение к священному писанию, к Слову Божьему, вот, прежде всего. Общины, община, община, и потом, вот эти вот тяжелые, изнуряющие богослужения, вот эти монастырские, они в мирских храмах ничему, абсолютно. Литургия должна быть покороче, она должна быть понятная, в ней должны все участвовать, и как можно чаще, вот, Игорь Тихонович, он не любит этого, я считаю, что, если собирается, должны причащаться, натощак, стараться, чтобы вся община была приобщена, мне кажется, так и должно быть, вот, поэтому это же не акт какой-то личного благочестия, там, причастился, а вся община должна, это же церковь, посмотри, Сергей, один начнет причащаться каждое воскресенье, и, глядя на него, другие начнут. Нет, у отца Дмитрия Дудхо было так, он говорит, говорит, так каждое воскресенье причащается, каждое воскресенье причащается, и так у него было, а он это вот, он чувствовал, что это не, вообще-то не так, не должно быть каждое воскресенье, а у нас было там, чтобы каждое воскресенье причащались те, которые ждут. Там, немножко эпоха была другая, скажем откровенно. Да, эпоха была, это же советское КГБшное, КГБшное, не спит, не дремлет, а вообще-то. Я же тоже немножко застал это время, я с 85-го года в церкви, с апреля месяца служил, служил, я сейчас не служу, а служил, совсем мало, ну захватил, захватил еще. Да, подправил, еще захватил. А я-то в 74-м пришел, до КГБш, там, там, как здорово было, там все было, я был в регистрированной общине, а были отделенные, инициативники, там у них, там, по-своему, и вот, и туда, и сюда, все-таки, я как-то вот, в регистрированный был, и все нормально, но вообще интересно было, интересно было, а некоторые на этом очень сильно играть начали, гонят, вот гонимая церковь, гонимая, да, что истинная, и давай, они там, летавры купили, трубы медные, здоровые, и вот это, давай, это играет, ну, тренирует, ну, разучивает, Дим, да надо же научиться музыку-то, и вот он так гудит и будит, а думает, кто там, чего там, а они палатку, упили, солдатская примерно палатка, большая, и вот в этой палатке, ну, и КГБ, конечно, их там сдвигало, перетаскивало, в общем, ой, что там было, интересно, короче говоря, было это все, да, я тоже и с баптистами, с адвентистами встречался, беседовал в области, там тоже интересно было, с пятидесятниками даже, лжесвидетелями, со многими, там, ну, что же. С пятидесятниками был, да? Ну, нет, как бы, я не был нигде вообще, я просто встречался, беседовал, да. Я хотел, значит, вот тогда узнать, пятидесятники-то, а Игнатий мне говорит, а ты уверен, что ты там не останешься? Я тебе могу сказать, и как туда прийти, если ты хочешь туда прийти, значит, пятидесятникам, ну, я говорю, послушать, как у них собрание службы, идет все. Он говорит, а ты можешь оттуда и не выйти? Я что-то припугнул он меня, я думаю, зачем я тогда пойду туда? Вот, и я не пошел. Потому что можно было зайти к пятидесятникам и дух там подхватить, который у них там. И все. И начинай проси крещения духом. будешь просить, 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 день, два, и потом получишь. И заговоришь незнакомым языком. Вот в чем дело. Мне это Игнатий вот все рассказал, конкретно, говорит, вот так, вот так, вот так. И примеры привел, как у них там это все, это вот дух, как у них слово. И вот он меня, собственно говоря, показал изнутри, что это за община пятидесятническая. И я потом пропал у меня желание туда идти, и я не пошел. А к Ангелинам ходил, инициативники. Ну, они, бабкисты такие же, все. Потом еще мы ходили к субботникам, это нас возил, водил один брат. Да, да, один брат в бабкистской общине, ну, он старший такой был, и вот он нас, значит, туда повел в субботу. И вот мы там у адвентистов тех были, значит, ну, и все. Тоже так же вроде все как баптистов. Я в московскую общину когда приехал, там по делам еще прилетал туда, жил еще в Барнауле. И на Маломузовском, там за счет кирка была ветеранская, и там орган стоит, там очень хорошо, орган хороший. И там баптистская община. А у меня, скажем, церковь тогда была на этом, на, как же, кладбище. Там она одна была, у нас не было в Питере. А в Москве, как она же, какой кладбище? В Москве это был Маломузовский переулок. Вот там была. Нет, там был Воскресенский, Воскресенский храм, часто построили большой в Москве. А это Ваганьковское кладбище. Ваганьковское кладбище. Нет, 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 нет. Там лютеранская кирка была, потому что она построила это здание лютеранском стиле. И орган немцы там поставили, немецкий орган стоит, и сейчас стоит этот орган. Сейчас не знаю. И я, значит, когда приехал, нашел эту, а как раз получилось так, что я прилетел в субботу. Ну и туда пришел и смотрю народу, ну, мне здесь говорили, в Барнауле-то, ну, ты знаешь, в Москве там вообще нет, там народ, там битком, там стоят, проходят, там трое дверей открываются, выходят, другие заходят, там все, что такое. А я, значит, пришел в это и прошел на балкон туда, народу немного, совсем немного народу. Там брат, значит, читал, пробует, значит, потом хор стал петь. И я пришел так к концу. Просто я видел, что собрание уже заканчивается, ну, я думаю, что-то утром рано, значит, прошло-то. Ну и потом привет там стали передавать. Ну, я тоже кричу привет, говорю, вот Барнаула, значит, привет передаю московское общение. Ну, и там говорит, хорошо. А тут ко мне сразу раз подошли, а брат, а ты это самое, кого знаешь там? И мне, когда называют фамилию, а я, знаю, слышу, что это, значит, субботники, вот эти, субботники. я говорю, нет, я это, нет, не то. Они мне тогда говорят, а, да ты ивангельский, я говорю, да, ивангельский, вот, бактика. вот, то есть, служба, пробоведи почти все одинаковые. Я знаю. Мы, это, вот Игнатия Тихоновича, у него сестра младше, Ирина, у нее, ну, зять его, Михаил, Михаил Буряков. Мы с ним ходили, вместе с адвентистами, беседовали, там, на дому, вот, ну, пытались обратить, ну, а там со священником, я знаю, я у них был на богослужении. Ну, вот, тогда я боялся еще, тогда я был просто молодой член церкви, я боялся к этим, ко всяким разным. Нет, а в Москве, вы говорите, так на Ваганьковском кладбище там находится храм, это, а через дорогу перейдешь, там, в армянское кладбище, там храм воскресения Христова был, на Ваганьковском кладбище. Я к армянской церкви, в армянское кладбище не заходил, никогда не заходил туда. На Ваганьковском был, на Ваганьковском храме, Мы ходили с Игнатием. Игнатий приезжал, у меня был. И, значит, мы пойдем на Ваканьковской, вот рядом церковь. Я жил, квартира на Беговой улице была, где, рядом с Патроном. Недалеко там, да. Ну и тут, в Ваканьково. И вот мы туда, значит, пошли. 305-й год, да, там улица? Да-да-да-да-да. Ну вот, и нас не пустили, собственно говоря. Милиция стояла, не пускала никого. Его-то с бородой, значит, его пропустили, а меня нет. В храм не пустите, что ли? А? В церковь не пустили, в храм? Да, да. Не пустили, просто они, милиция стоит и никого не пускает, говорит, да там народу много. Там народу много, значит, я куда? А тут молодежь, ну и не пускает никого. А Игнатий прошел. А потом он прошел, там погонил, ну и что, вышел и говорит, да там месту-то много, просто они не пускают милицию. Я был в православном храме на Ваганковском клавище в 80-е годы, это в 87-м, что ли, или в 88-м, наверное. И в этом и в Армянском был, вот, с женой мы ездили. Я знаю это, Армянское, знаю. Вот, а в это, там, 905-й год, там планетарий находился. Вот, ну, примерно этот район. Сейчас уже не помню, это по молодости было. Ну, понятно. Вот. Ну, ладно, брат Михаил, рад был с вами пообщаться. Ну, хорошо. Будем встречаться. Будем встречаться. А я рад потушить. Сергей, у меня вот что еще. Вот курить. Олег, это вы пишите, с Женечкой переписываетесь, да? Да-да. Ну, да. Значит, Богу одному кланяйся, Ему одному служи. Ему с большой буквы, я вам там пишется. Да, я понял, я опечатался, я сижу в потемках. Понятно. Ну, вот. Сережа. Да. Я же вот, смотри, вот помолились, я курить, ну, силой, силой такой превозмогаю, не курю. Ну, вот. Я не выхожу никуда. Вообще никуда не еду, но я до трамвая катался, тут никуда. Терплю, терплю, терплю. Вот насчет курева, значит, я терплю. Теперь, вот прошедшую ночь с бородой, я замыкался, просто не знаю как. Я привык спать на боку, или на правом, или на левом. Ложусь хоть на тот, вот эта щека горит. Просто не могу уснуть, просто вообще вот все. Колется эта щека, вот эта моя ворота. Враг не дает, враг не дает. Не знаю, враг там не дает, но здесь я волосы нащупаю, просто какая-то вот они, все это, крутится, ветер, что-то вообще... Надо перетерпеть, я думаю, что оно подрастет. Пустая она, что ли, согнулась, и вот эта колется, и как только лягу, и вот только на спине, а на спине я не могу спать. Я уже... Да, пройдет. Пройдет, пройдет. Я ночью вчера хотел уже, это, в ванну зашел, думаю, да пропади на проходном. Ну, спасает, что ли, это, брака. Вот это взял, включил компьютер, опять, к истинному православию, Игнатия книга, там же в интернете, есть, обрадобритие. Опять, я здесь все это прочитал, опять, там, ну, как там написано, ой, благочестивых, ну, благочестивых, значит, мирян, это вот было такое, забрить, не брить бороду. Я думаю, да нет, ну, пусть они благочестивые, пусть им нет, а зачем эта судьба, переживать вот это все. И вот, я еще страшно брызгливый, я вот не люблю, чтобы это вот, будут, волосы здесь вот, у них, вверх вообще закрывают. Пусть не надо подстригать, потому что причащаешься, влжиться усами, ну, это, ну, не то, что некрасиво, это не положено, это, ну, грех, не делать другому того, чего себе не желаешь. Мне сатана показывает еще, Игнатий, значит, у себя, где он сейчас находится, они, значит, завтракают там, и у него, значит, банька трехлитровая, с медом, и там мед на дне, он, значит, этой ложкой, значит, туда, ложкой в банку, значит, раз, ну, мед, значит, вперед, ну, это, ложку-то туда опять, ну, в общем, и ложка-то, черенок, в меде, он, значит, это, ложку туда, это, это, взял, бороду вот так вот, ну, зачем я это увидел, вот, увидел я, что, я так себе, ну, так это у меня не борода, а мочалка, чтобы руки, пальцы вытирать, вот грех, вот, ну, вот это все такое, вот, понимаете, и вот я сейчас с этим переживаю, очень страшно, и вот эту, бороду думаю, ну, борода, что, нас спасает, что ли, да нет же, ну, да нет, ну, все, ну, надо, борода, ну, положено мужчине, ну, а что, естественно, враг будет, бороду у нас не давать, неудобствами, что ли, ну, у меня, вот, как у Сергея, я бороду отращу, у меня по бокам тоже не растет ничего, да, может быть, не растет, а может, сбревает, вот, если, когда, если, вот, если я, допустим, думаю, что борода не спасает, я ее сбрею, и у меня все, значит, то есть, ну, какой мне заповедь, какой закон, ну, я знаю, что не спасает, я потом сказал, Господи, да я же думал, что это борода, причем тут борода-то, благочестивые, ну, хотят кто-то, ну, и носят благочестивые, христиане, я, допустим, не кролик, пусть он носит, а мне-то зачем, вот и все, а вот если вот он, благочестивым старается, такое я имею отношение к бороду, и носит, и носит эту бороду, и кролчает, или здесь, или здесь, или здесь, в общем, это, вот тогда он становится преступником, потому что написано, не стриги края бороды своей, хоть в Ветском завете это написано, написано, не стриги края бороды своей, не порт, не подстригай, ну, не подстригай, не порти края бороды, не порти, значит, вот, не стриги, вот не написано не стриги, а написано не порти, уже так говорю, ну, ты знаешь, и я соглашаюсь с тобой, не порти края бороды своей, а как можно портить, можно смотреть, спичкам поджигателя вот эту зажигалку подставил, отсмотрел эти, и это, и так красиво. Хорошо? Ну, она может... Вот так и на лампу заповеди этой. Вот, Михаил, вот моя борода, да, если ее просто вот так отпустить, у меня будет, с одной стороны, будет расти густая, а с другой стороны жидкая. С одной стороны длинная будет, с другой не дает. И поэтому, ну, я понимаю, что у людей, вот, как вы, она правильно ровно растет, а вот у меня не растет она ровно. Поэтому мне с одной стороны приходится немножко состригать. Вот, значит, ты уже все, ты уже грешишь, вот что делать. Ну, а что сделаешь? Ну, а что, так лучше тогда на ней наверить. Всю сбрею, все. А в Модолейной ересь это уже... У меня борода есть. Вот, все есть. Ну, я и не замечаю, допустим, что она вот это... Я твои ролики с Игнатием же смотрел и слушал ваши беседы там, что я никогда не видел, что у тебя с одной стороны она больше с другой имеет. Оно, может, и незаметно так, когда... Ну, вот если я, например, вот... А, вот ты же знаешь, это ты видишь. Через полгода пройдет, через полгода. У меня с одной стороны густой посев, а с другой стороны нет. Ну, и все там уже получается, что она кривая. Я бы на твоем месте лучше бы сбрил тогда совсем и сказал бы, Евангелие не написано, и все. Зачем? Я всю жизнь был с бородой. Зачем? Здесь будет, как знаете, как в анекдоте, да? Один раввин был благочестивый всю жизнь, там, пейсы отращивал, бороду такую шикарную, шляпу, вот. А потом однажды, ну, что, говорит, это тоже не спасает, взял там, побрился, острик пейсы, сделал прическу такую модную и пошел. И стал по переходу проходить и попал под машину. Ну, и эта самая душа его вылетает к Богу, говорит, Господи, ну, всю жизнь тебе служил. Ну, только вот это самое, и ты меня вот сразу наказал. Говорит, ух ты, так это ты, а я тебя не признал. Может быть и так. Может быть и так. Может быть и так. Может быть и так. Все это очень сильно. Но! Ну, зачем? Всю жизнь это... Господь, успокаивается душа моя. То есть, сердце чистое. Любовь к Богу, да, ну, к своим там прочее. Ну, вот как-то все равно... Я опять вот, Осипова, да, Осипов говорит, ну, неужели вы думаете, что ради только вот нас, православных, Господь пришел и претерпел муки все, страшные, значит, вот, и лишь бы только православная церковь спасаемая была. А католики ушли, значит, в раскол. Значит, они теперь все. Там у них вообще... А мусульмане тут вообще говорить... Нет, то... Вот эта вот риторика, она непонятна. Здесь, если его слушать, да? Ну, но все равно. Я вот слушаю его и потом все-таки думаю, так неужели Господь действительно всех, кто вот не так, значит, их всех туда, в вас. Михаил, послушайте. Ну, а еще... Тогда... Сейчас до конца вхожу. Вот, значит, ну, я думаю, я в православной церкви Московского Патриархата, тут я уже все, вроде как бы надежды больше на Старство Небесное. А с Игнатием Тихоновичем все, я вообще никто. Блудник, табакур. Пьеранница и прочее, все. Вообще никакого царства не наследую. Вообще, ну, мне запрещено. То есть это, ну, закрыт. Спасайтесь, как мытарь. А неужели тогда только вот ради одной... Не доел. Вот слушайте, спасайтесь, как мытарь. Вон, в храмы есть Московской Патриархии. Вы пришли, Боже, милости, будем не грешному. И все. Оправданное больше, чем фарисеи. Это во-первых. Второе. Я что могу сказать? Вот это вот, как его там, Осиповская там, что все спасутся и... Нет. Тогда жертва Христова зачем была принесена? Что и сказано, верующий, Сына Божьего. Что тот признает Иисуса Христа, Иисуса Христом, только тот спасается. Поэтому, ну, что можно говорить? Конечно, Господь судья. Вот мы не можем судить душу человеческую, да, не нам дано, слава Богу. Но, раз так сказано, мы веруем так. А насчет церковной, границ церковной, я бы сказал, что на рукоположении держится. А то, что все там свято, и можно жить, как попало, и ты все равно спасешься, помучаешься немножко, ну, не знаю я. Я не могу спорить. Не знаю я. Слушай, Сережа, а ты вот, кто-то читал книжки-то Игнатия Тихоновича? Нет, у меня нет ни одной книжки. А, нет? Книги... Ну, вот я тебе скажу, значит, вот возьми книгу «К истинному православию», она вон в интернете. Я, нет, в интернете я смотрю, там, я часто пользуюсь симфонией, его, Игнатия Тихоновича, вот он симфонию на этой, на старакон... В старакон... Много, есть его книги, можете... Я пользуюсь, там, нет, у него наследие, это, но у меня, я имею в виду, у меня таких бумажных книг, вот это, то есть, у меня его нет ни одной книги. Только, только в интернете, только в электронном варианте. Смотри, в этих книгах, что там есть? Там столько много неудобнощимого и читаем, ого, что ой-ой-ой. Ну, я тебе просто вот на вскидку скажу, митрополит Виталий, который, значит, их принял свое покормление, как бы, в зарубежную церковь-то, да? Так, Игнатий Тихонович писал ему памятную записку русскому синодальному приходу, синодальному, как оно, благочиню-то, синоду, русской православной церкви за границей. Памятная записка Игнатия Тихоновича Лапкина. Ты не читал это? Нет. Вот. Это в 93-м году, в 91-м году. Она там напечатана. Вот. И после этого, после этой записки, Игнатий Тихонович там советует как можно скорее синодальному РПЦЗ переезжал бы в Москву, как можно больше приходов в русской православной церкви за границей обосновывалось здесь, в России, и, значит, тем более подготовили переезд. Теперь митрополит Виталий пишет Игнатию Тихоновичу и говорит, крупными буквами выделено. И ты, мол, не беспокойся, вот тут у нас это в Чортон Вилле тут собрание, это будет съезд, так мы тебе послали приглашение, ты, значит, приезжай к нам, и мы поговорим все. И потом он пишет, недалеко от то время, когда мы московскую патриархию объявим безблагодатной. это митрополит Виталий зарубежная церковь за границей, Джордан Вилле. Смысл вот этого, я прочитал всего, так что же получается? Игнатий здесь громит, грома и молния на эту московскую патриархию, все прочее, прочее, прочее. А этот Игорь Дугунов, который Сергей сегодня там помогал, он приехал заработков сейчас. И, значит, Рождество в прошлый год, и там московская патриархия, значит, епископ освящает воду на берегу Оби, и они там прошли, там толпой, значит, много народу, и священство туда. И этот Игорь говорит, вот она московская патриархия, кодло-патриархийная, московская кодло-патриархийная, тут же это все. А они Евангелие раздают. Там читают Евангелие, там молебен идет, водосвятие, а они, значит, вот эту раздачу ведут. Им да лампость, что там московская патриархия. Нет, я помню, я видел эту запись, конечно, я и рассказывал, вот с Сергеем этот парализованным я тоже говорил, ну как так, читают Евангелие, там священное писание, если ты человек верующий, да хоть ты даже и тысячу раз не понимаешь, пусть там на армянском, на каком, я вот если захожу вот в армянский храм, я встану, послушаю там, хотя и не понимаю, а здесь просто так демонстративно, кодло, Игнать Тихонович, он говорил, почему? Его в то время, вот это, у него была война с этим, с Дудиным, и там, с этим, со Скоротором, Игнать Тихоновским, и он всех их называл кодлой Патрахины, но он-то называл-то, потому что у него война шла, что они там, а этот просто, как обезьяна, повторяет за ним, и все, какая кодла, когда, они друзья, тогда получается, он Игнатия Тихоновича выставляет лицемером, почему? Они друзья с этим, с митрополитом, который на обе стоит, служит, читает Евангелие, он приезжает, причащается у этого митрополита, Игнатия Тихонович, а его этот самый, это что? Сережа, они не друзья, они не друзья, Ну, как не друзья, ну, причащаются, человек, митрополит, митрополит, он приезжает, и старый приезжал, и этот приезжает, на день потеряете, там прочее, все, да, он просто любовь оказать, и прочее, все, вот этой общине, и он, вот только так, он, вот просто такое, его сердце вмещает эту общину, знает он, что его оттуда уже, отказали ему зарубежники, а он приезжает, и они еще не вошли в московскую патриархию, а митрополит едет, все равно потеряем, и служит там службу, значит, прочее, все, любовь, как прием, такую, ну, суть в том, что он любовь оказывает, Игнатий Тихонович, что это все принимает, и этим, при случае, он этим хвалится, вот у нас, он слишком, он слишком хвалится, это не надо, нет, тем, что приезжает Сергий Иванников, они, как бы, считаются друзьями, и вдруг, этот, вылазит Дыгунов и говорит, кодло, что значит за кодло, это они правильно делают, они служат, ну, не нравится тебе, если ты не понимаешь, что там священное писание, ну, постой, помолчи, но этот Игорь Дыгунов, он просто такой человек, он такой, поэтому я не обращаю на него внимания никакого, вообще, ну, и вот, слушай, значит, про это все там, ну, зарубежная церковь, а потом же, зарубежная церковь, я же ведь читал, это 41-й год, то война, Гитлер напал на Советский Союз, ну, как бы там, не считай, там, это, какая страна, ну, ой, со слов Игнатия, это Гитлер, сто раз лучше, чем Сталин, КГБ, это вот самое плохое, КГБ, это то другое, 5-е-10-е, я с этим абсолютно не согласен, потому что моих предков гнали тоже здесь, на Алтае, я это все знаю, как это было все, и могу аргументированно говорить про каждую вот эту, бомб всякий разный, и как священников гнали и расстреливали, за что, могу тоже привести пример, за что расстреливали, вот и все, но, вот эта зарубежная церковь, русская, православная, которая, это белогвардейцы, которые бежали, после революции, тут 20-21 год, или это 18-19, все они там, вся эта кобла, действительно вот эта вся, против народа воевали они, воевали, народ-то ведь что, он что, он был партийный, что ли? Все партийные, что ли? Да нет, просто партия организовала, и войска, и войска, и армия, и вот это все, и русский народ. А теперь, когда Гитлер в 41-м году войну начал, и эта православная, значит, эта церковь за границей, пишет письмо Гитлеру, я его читал, это письмо Гитлеру, так они мне кто? Они мне враги, вот в чем дело-то, они пишут, ты давай, там это самое, уничтожай, эти советы, там прочее, все, значит, такое, вот все, ну так они, ну русские могли бы вообще не писать ничего, нет, они написали, Гитлеру, это певалютка, прошел, и помогали, понимали, на стороне. Я согласен, что это, у них много чего было, сначала Гитлеру, потом они, они говорят, вот вы КГБшники, а вы ЦРУшники, ЦРУ служили, нет, там дело не в этом, я сам, как вот Игнатий Тихонович, у него такая, вот, что Москва должна сгореть, что она бы блуднится в Вавилонске, но я здесь не согласен никак, да, потому что коммунизм на весь мир, да не мы, нам самим коммунизм навязали, и потом, слава Богу, на Руси уже 25 лет коммунизма, как нет, никуда мы его не, а нас просто обманули, интересно, как раз таки, вот это вот, ради вот этой вот системы, федеральная резервная система, чтобы грабить со всех, чтобы деньги, чтобы... весь мир грабят, весь мир грабят, это чисто англосаксонское на морях, а где там море в этом, в Москве, скажите, пожалуйста, из Англии все идет, это все там придумано, Маркс, Энгельс, оттуда все вышло, сердцевина-то оттуда, не из России, причем тут, мы жертвы. Слушай, Сережа, вот мы из Писания знаем, что престол, а ну этот храм иерусалимский будет восстановлен, так нет, храм иерусалимский будет восстановлен, и вот потом, там уже мерзость запустения, и там престол сатаны-то, он там сядет, выдавать себя будет за Бога, престол сатаны будет в Иерусалиме, в этом новом храме, так, да? Ну, ну, вот так, в храме Божьем сядет, как Бог, выдавая себя за Бога. Вот, 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 и это я хорошо, прекрасно знал, значит, вот это православие, а потом, когда я был с мормонами, у мормонов, значит, я убежал тогда, просто вообще не стал к баптистам ходить, и православные мне не влежали к сердцу, и КГБ это все, они меня очень сильно обидели, очень сильно много обидели, зла наделали, и я думаю, когда узнал, что руководство всесоюзное в Москве баптистам, все КГБшники там, вот в чем дело-то, и я бросил все ходить, никуда не ходил, и потом, в 93-м году, я из метро поднимаюсь, смотрю, значит, такой плакатик, вижу Иисус Христос, и, значит, церковь написана, церковь Иисуса Христа, Христа, святых последних дней, и я, значит, на нее шел, смотрю, а ко мне подошел миссионер, и давай разоговорили, и, собственно, короче, я стал мормоном, так вот, у мормонов тоже, вот это вот, дэй, 10 заповедей, исповедание символ веры, символ веры, вот наш православный, а у них, у мормонов, свой символ веры, и вот там пункта, три пункта, с которым я не согласен был, и вот там один из первых пунктов, такой, мы верим, что Библия является Словом Божьим постольку, поскольку переведена правильно, то есть соговоркой, вот они, книга Бармона, это, значит, Писание от Бога, истинная, да, а вот Библия с оговоркой, это вот одна, я, значит, никак не мог принять, теперь второе, значит, мы верим, что, ой, сейчас уже забыл, забывать стал, что Новый Сион, Новый Сион будет создан в Америке, и я когда с этими, с мормонами, значит, там, ну, которые, более-менее, они, значит, по-русски говорят, я, значит, я говорю, как это так, в Америке будет Сион построен, они, да, мне, да, Межатан, я говорю, вот в Библии написано, что в Новом Храме Иерусалимском будет Сион, там, то есть, вот Сион, это вообще, это естественное место, все такое, а Америка, при чем здесь, они говорят, нет, будет там построен, ну, я это слушал, а потом стал говорить уже так, ну, думаю, я согласен, раз у вас этот Сион построен, то и сатана, пришествие от Дихриста вы верите, и там у вас это в Новом Храме и сатана, правильно, я согласен, в общем, таким образом, Андрей, еще с ним был веры, что-то забыл уже, ну, не так важно, а вот это самое главное, что Библия, Библия является Словом Божьим, если переведена правильно, но Библия переведена, я знаю, что переведена многие места неправильно, я им на это дело отвечаю, я говорю, вот вы, у вас перевод книги Мормона, первый перевод книги Мормона, они у себя там в Америке делали, и по-смысловой я ее прочитал, ну, книгу Мормона за неделю, наверное, в общем, все, и хотел найти, что там, что такое, в общем, проехать, ну, вижу, это, слог, людей, которые жили до революции у нас, ну, до революции люди же по-другому говорили немножко, ну, да, да, текстура, вот это было, писание, вот это по-другому было, и вот она, это, они рассказывали, как это, английские слова перевести на русский, чтобы было хорошо, и вот, значит, они перевели, и я читаю, и сводклюдах, вот, а потом я нашел такие места, я говорю, а это как, понимать, так вот, сейчас уже второй, это самый, перевод, лет, 8 назад, второй перевод, готовится третий перевод книги Мормона на русский язык, вот в чем дело-то, вот как переводу верить очень-очень, Библия переведена, Библия переведена, потому что другой язык, и в нем много синонимов этих вот разных, и вот так немножко, так немножко, так немножко, так, интонация у нас, ну да, да люблю я тебя, отстань ты, понимаешь, люблю, да люблю я тебя, так, нет, можно сказать, вот тебе, пожалуйста, просто, а для того человека, который это не знает, а слово люблю, есть, а оно в другом значении, я сказал ему, да люблю я тебя, отстань, люблю я тебя, ну вообще, вот смысл в чем, ну это не является, как бы, не влияет на спасение, вот в чем дело, просто это, ну, кто более-менее грамотный, значит, любит читать книголюб там и другие переводы, то это, конечно, его обогащает, он это, ну, ну, этот человек и так, он уже должен хорошо знать, что священное писание, это и есть откровение Бога, вот и все через пророка, хапостола, это для него все ясно, ну, а вот когда он начинает говорить, а вот вы знаете, вот так, вот если там, так, ну, блеснуть своим знанием языка, допустим, заграничного, и, значит, читал человек, ну и прочее, все это понятно, можно быть, ну, это никак не осуждается, это все, ну, просто он не знает, ну, вот, а мы, из этого, я, я слабый, я 7 классов образования у меня, и я, значит, выяснил для себя, что в Библии очень много переводов, это 7, да? А? меня выгнали со школы в свое время. Выгнали? Нет, а я пошел работать, я 7 классов закончил и пошел работать. А будут тоже примерно так. Я в 51-м году пошел работать плотником, потом захотел выучиться на шофера, перешел в грузчике к машине ближе, всю зиму ходил в состав, учился. Я 44 года отработал по документам, по трудовой книжке, 44 года отработал. И еще в лет 5 работал, последних 3 года работал после увольнения из американской компании, и я работал просто человек один, у него своя там компания маленькая, и он мне, значит, договорились, сколько платить будет, и я работал с ним на машине тоже, да, шофером, и он мне платил проценты с выручки. Ну, я работал хорошо, очень здорово, и он мне из этого предлагал. И я, значит, работал еще года 3, и еще 2 года там, в общем, лет полсотни я отработал, лет полсотни отработал на машине. Ну, и там еще в морях ходил. Ну, то есть, короче говоря, трудовая биография. И я никак не могу принять вот это вот сейчас, вот смотри, вот брат Володя, брат Никита, да, Сережа? Ну, да, слушаю. Вот. Они, значит, вот это работают, все, ну, в общем-то, работают, ведут работу, но ведь они же вот в государстве ничего не платят. Но вот до нынешнего, до 18-го года, 17-го, сейчас я слышал, что будет это, вот если он ничего не платит, ничего, то какие-то там сдух с него начинают брать. Потому что он пользуется льготами, правами гражданина ОМС. В больницу попадет, значит, пожалуйста, лечить его будут безо всякого ОМС, а потом уже только вот тут надо будет. То есть и Игнатий это пропагандирует. Не надо работать на это государство это вообще. И вот когда говорит Игнатий, что я работал, я 300% давал. Где он работал? Он в Колыме в деревне вам печку надо сложить, да? печку ложат одну и вторую. Одну здесь сделал, вторую еще у соседей мы еще сделал. Две печки за один день, один мог. Вот тебе 300%. Так эти деньги все он забирал себе. Он государству ни копейки не давал. Он зарабатывал в государстве 42 рубля. У него работа была в сутки. Спит на работе. Но он не спал, потому что трудяга. У него магнитофон, книги он читает и прочее. Он на работе трудится в сутки. Брат Михаил, к чему от этого все? Ну и вот это разговаривает. Какая разница от этого? А потому что и он проповедует свое. Не надо работать. А потом говорит, ой, да я как пенсия у меня там 5 тысяч. А что ты говоришь о пенсии? Игнатий Тихонович, если ты не работал, ты не хотел работать. Сутки в сторожах трое свободной. вот и все. Я на эти слова, что он говорит, вот пенсия такая маленькая, там у меня самая маленькая пенсия. Он просто констатирует факт в этом отношении, он же не жалуется, он констатирует факт. Он все время жалуется, что пенсия маленькая. Нет, он просто говорит, он говорит, вот у меня пенсия такая, но я даже еще и занимаю, за всю зиму мы на троих сто рублей потратили. Вот еще пенсия у не очень маленькая, все равно добавляют этой пенсии, вот и все, и хватает ему. Вот что делать, я так могу сказать. Ну, я не знаю, это дело не мое, но то, что он, в этом отношении он как бы не то, что, он же не говорит там же, вот, я вот проработал на государство столько лет, а мне платят всего лишь столько-то. Он говорит просто, мне не давали работать, да, вот это он говорит, мне работать не давали, поэтому мне пенсия маленькая. Пенсия у меня маленькая, но я и, хотя это, других обогащаю. ролики, которые я говорил с Игнатием Тихоновичем, разговаривал, с Игнатием в прошлом, но я-то просто вот так вот к нему, я его знаю, с 74-го года, я просто это, скайп этот, ну, купил себе этот компьютер, второй уже, ну, и к нему позвоню, потому что по телефону я ему звонил, нельзя по телефону звонить, уши тут это самое плохо, там, в общем, прочее. Я все время пользуюсь телефоном, никакой у меня нужды нет, а он, значит, нельзя, но мне поговорить, и вот я через скайп, и вот я с ним говорю, говорю, все то, что есть, я ему и говорю, а он взял выставил это все на свет Божий, выставил, а потом смотрел эти ролики, вот православный христианин, Игнатий Лапкин, значит, обвиняет, обсуждает, да я ничего, я не хотел обсуждать, я не обвинять, я просто ему говорил, так вот, если читали, смотрели, там есть, я ему в Москве, он был у меня, и я говорю, Игнатий, тебя же это самое, ну, посадят, опять, зачем тебе это, это, он играл в кошки-мышки, в кошки-мышки, с КГБ, вот и вся его, вся его заслуга, просто играл в кошки-мышки, вот и как он мог обмануть их туда-сюда, вот как на квартире, сколько там прятано, вот печатная машинка там была, вот с такой-то, вот с таким жаром, расскажут, как вы это сказали, простите, чего нам обсуждать, жизнь прожита уже, все, это было, это в прошлом, сейчас он уже не поиграет, но дело-то он же, как распорядился с жизнью, так и это, и хорошо, ну, я к тому говорю, что он мог бы работать, и безо всяких, и в вере это не мешало, а он искал, чтобы его гнали, вот из-за этого, он хотел страдать, и это, вот он, он так, по нему, я ему сказал, а он, говорит, мне ответил, а я хочу пострадать, я говорю, так слушай, если на страдания ты не надо напрашиваться, если тебя, ты не ожидал, ты не думал, не хотел, а тебя гонят, и в тюрьму садят, тогда ты страдаешь страшно, а если ты сам, так он же как против КГБ-то, он мне ночью прислал, это, ну, с чьего творения, Ленин, стоит там, рота череп, там, подставит, лысый череп, помет, этого там, улыбки, ну, в общем, всякую, зачем это КГБ дразнить было, зачем на КГБ там все это писать, и пленки расстрелить, ну, я, я согласен, я согласен, что не надо искушать, вот это, ну, 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 все-таки, мы вокруг него все, вот это вот, мне бы тоже не нужно это все рассказывать, то, что я знаю, там, это все это ерунда, конечно, но мне уже не об этом нужно думать, и о том, чтобы как бы, ой, вот, не вернулось вот это курение, курение, опять, вот, в общем, я все переживаю, вот эти все, будем каждый раз молиться, на этом, на этом будем молиться, чтобы, ну, все просили, вот эта борода, вот эта, вот эта борода, забудьте про бороду, пусть, как будет, как будет, я обращаю внимание на сама, в 4 часа, в 4 часа ночи, я уже хотел, думаю, ну, прийти, все, и иди, спать, я потом сидел за интернет, в общем, до 5 часов, потом уже уснул, все нормально, не знаю, может быть, оставлю все это, конечно, надо оставить, а что, пусть она, борода, она ничего, особенно, не умеет, ну, благочестивая, откуда мы знаем, запутал мужчину, пусть будет, ну, что, я не против, думаю, пусть будет, борода, ну, да, господь, это, а вот, насчет вина, насчет водки, тут меня никто не уговорит, потому что я твердо знаю, и даже старобрядцы, вот, если я чего решил, выпью обязательно, да? хотел, захотел, взял бутылку, выпил, ну, все, где-то. У меня, мать, мама моя, ведь, старобрядцы, вот, здесь же, на Алтае, они жили-то, с Тобольска, в Тобольске, когда их гнал Петр, они до Тобольска доехали, там остановились, храмы настроили, старобрядчики, посмотреть можно, и потом, когда дошли до туда, и вот, опять они, в 818, в 19 веке, они из Тобольска переехали сюда, на Алтае, вот, и здесь опять стали земледелем заниматься, и гулянки, татнянки, вот это, всю зиму, всю зиму, потому что зимой, работа какая, в лес поехать, дрова привезти из леса, сено из леса перевезти, вот, теперь где-то там еще что-то, что-то, скота много было, лошадей много было, нужно на озеро, там, долбить эти воронки, лунки, чтобы лошадей напоить, и прочее все такое, ну, вот это скотная работа, навоз, там все надо дать накормить, это работы-то много было, ну, а больше ничего было делать, и выпивали, и моя мама говорила, я рядовую-то не пропускала, вот, рядовая, там наливали, вот, все подряд, подряд, вот, на подносе на таком, стаканы, налитые в стаканы водка, и на подносах носили, я же видел, на палатах, пацаном был, палат это вон где, а я в палате, да, все, а стол здесь, в этой комнате, и в ту комнату, через двери, в ту комнату, в полы-то идут, народу, человек полсотни, родня близкая, собирая, а чем это, ну, не, ну, если нужно, ну, как бы, только нужно думать, для чего это, ну, вот, как бы, мы же должны помнить последнее своя, да, помни последнее своя, вовек не согрешишь, да, понимать, это понятно, да, ну, если, для чего это, ну, если это надо, если чувствуешь, что перед Богом оправдаешься, ну, ну, делай, ну, что, ну, делай. самое главное, не упасть, вот это, когда его уже, я не понимаю этого, ну, если надо, ну, 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 как бы, для чего, ну, ну, что, что я могу сказать, да, сказано, что пьяница, царство небесное, ну, это пьяница, если постоянно там сказать, ну, кто знает, если не постоянно, то есть, нужно знать, что, если к этому пристрастишь, то идешь, так сказать, по лезвию, раз, и все, можешь упасть, может быть, поэтому, вот, как бы, здесь очень, я вообще был убит, у меня вот этот Павел-то, знаете, Игнать Тихоновича брат, мы с ним были большие друзья, нас с ним в КГБ возили, я приехал в Петербург, а нас посадили в Бабон, менты приехали, и увезли в КГБ, там допрашивать, кто-то на нас позвонил, что я привез литературу, настучал на меня, мы там и проповедовали с ним, и все, ну сколько там, и разбирали священное писание, там мы сообщались, там только с кем, вот Михаил был, зять его, и Павел, и ну я с ними там, я чуть помладше, вот, ну сколько мы великих славных дел дел делали, а потом, я смотрю, он спиваться стал, ну как так, я даже представить не мог, чтобы Павел, ой, я у него столько учился, у Павлова этого, он сколько мне это дал, много, вот Игнатий так как говорит, а оказалось, что вот такое несчастье, вот видите, враг, дух человеческих, вот через вино подошел к нему, и увезу его, а там вино, вино, вина, негде было брагу, а брагу очень просто, вы делаете, вода дрожит, и сахар, не несут, как бы, понятно, что, главное, что, когда ногтем зацепил, бес, он уже там найдет, где взять, главное, что он ногтем, вот, зацепил, все, он уже тянет его, а уже попробуй вырвись, уже вырваться, естественно, трудно от этого, главное, чтобы питать, и соблазу, чтобы детство, так вот, я понимаю, если Господь освободил от этого, то и не надо к этому прикасаться, как говорится, иди, впредь не греши, я по себе сужу, тоже так, долгое время не мог побороть, этот, грех пьянства, но вот с батюшкой молились, и он возложил на меня руки, и все, Господь освободил, прям, как будто я и не пил, я теперь понял, что вот, когда Россия у Бога, он меня освободил, и теперь мне не надо к этому, даже, прикасаться, чтобы опять потом не получилось еще хуже. Правильно. Друзья, друзья и могут помочь, поэтому, если правильно, когда человек один остается без внимания, сложнее бороться, вот, допустим, я бы, допустим, этого совсем не чувствовал, тяги, курению, вот, я сейчас разговариваю, вот, уже сколько времени, да, у меня никакой абсолютно тяги к этому курению нету. Когда выключил компьютер, вот, мы с вами расстались, до свидания, вот, и все, выключил компьютер, и раньше я что делал? Шел, сразу брал сигарету, закурил, курил, вот, а сейчас, значит, у меня этот позыв-то остался, а значит, мне нужно опять, ну, все, я вот, не надо, Михаил, чайку попейте, если это, да, оценили крестонзамер, если хочется это, чайку заварите, попейте чайку, подпочитайте священное писание, будет ломать страшно, бес, он будет ломать, ложитесь спать, все, хватит. напоминает много все вот этого, думаешь, вот сейчас покушаю, закурю, покушаю, попью, закурю, вот это все, потому что это привычка была, она привычка, ну, а сам табак, он это действительно, он не, я знаю, ничего хорошего не дает, ничего хорошего, но он какое-то бывает у него такое дурманящее чувство, бодрящее или что-то, чего-то вот, демон захвалил, вот это все, то есть настоящая наркота, только своя фраза, своя фраза, я не пробовал никаких наркотиков, бог миловал, ну, а вот курение, говорят, что тоже как наркотик он, ну, и где-то он это, а я попал почти все, потому что, понимаешь, долго не курил, а потом закуришь, и сразу такое кровь приходит, и голова закружится, вроде вот это, двадцать нога. Не надо вообще дотраживаться, я, как вот это, у меня друг, хороший друг, он-то, ну, курящий, пошел, взял благословение, как путевый, в монастырь съездил, взял благословение, у священника, такой деловой, приехал, курить бросаю, все. Я говорю, ну, хорошо, ладно, бросай, и я за него порадовался, все, говорю, нет, давай, молодец, взял благословение, пошел, мало того, купил в аптеку какие-то там лекарства, тут же взял, заглотил лекарства, прошло там минут двадцать, а ну-ка, дай-ка я попробую, что будет со мной, если я закурю, я говорю, да ты что делаешь, ты же не вкушаешь Бога, ты пошел, взял благословение у священника, специально ездил куда-то даже, не ходил, а ездил далеко, в монастырь, потом, это, взял лекарство, и тут же это самое, ты же там, и до сих пор шмалит, и прости Господи, ну, вот такое вот, я говорю, нет, ты так никогда не бросишь. Неправильный выход. Нужно выйти, как бы сказать, духовно. Вот я, допустим, курил, курил, но никаких таблеток, никаких этих, там, этих разных, там, это есть, фигареты, там, это, Михаил, здесь нужно сразу, сразу, борьба будет обязательно, но, надо все, сказал, нет, даже не прикасаться к этому, все, оказывается, что карты, что куриво, что все остальное, ну, наркотики, я не знаю, там, как это нужно к врачам, а вот это вот дело, не прикасаться, и пьянка тоже, не ломать будет обязательно, это ж бес, а как он, конечно, он будет бороться, чтобы погубить, он так просто не отпустит, но надо бороться, восстать твердую веру, чтобы убежал от вас, иначе не так. Смотри, я вот сколько вот на протяжении вот с вами говорил, я не кашляю, не кашляю, сейчас не знаю, как будет, я вот последнее время, я выпивал вот это, чай там, это, ромашка там, солодка, в общем, такое, чтобы отхаркивать, ложился спать, и я не уснул, пока я на одном боку, на втором боку, пока у меня от кашлятся, тогда я только успокаивался, засыпал, в легких, слизь накапливалась, это все вот это, все дрянь, она все отхаркивалась, но сейчас не знаю, я не кашляю, я не кашлял, но сейчас не знаю, о чем, ну, должно очиститься, это все, очиститься, очиститься, конечно, минимум месяца два, наверное, так, месяца два, попросим, чтобы это самое, заправило, там, потому что я, после, после занятий, после занятий, чтобы там, брат Сергий, или кто там, Игнат Тихонович, кто молится, чтобы просил, это самое, за это самое, за вас, чтобы оставил без, эту привычку, чтобы Господь помог, надо молиться, и будет все хорошо, Брат Олег, а вы откуда, простите, можно задать вопрос? Ну, говори. Олег? Я-то, я в Тверской области, но я раньше на Алтае живу, я вырос там, родился, до 21 года. Сейчас в Тверской области, да? Да. Так, я тоже в Тверской области, город Кашин, там у нас есть квартира. А, я в Судомле. А, в Удомле, мы-то проезжаем, в Удомле, там это, атомная электростанция, вон, побольше город. А там дальше Бежицка, за Бежицком Кашин. Вот Кашин у нас. А сам я Санкт-Петербург. Ага, понятно. Ну, рядом. Ну, Ну, Сибирь-то далековато. Понятно. А вы какой, православной вере принадлежите? Вообще, я крестился, меня крестили первый раз, мне было 10 лет, это 91-й год был, когда дружно все в церковь пошли. Ну, я как-то этому значения не придавал, а второй раз уже, я по вере покрестился, мне было 21 год. Вот. Жизнь в православном крае, у меня фотографии есть на Рождество, ой, на Рождество, на крещение Господне в реке покрестился, прям, зимой. А, и то, и то в православной вере, а как так, кто, кто крестил? Ну, батюшка меня покрестил. Понятно. Ну, вообще-то, если крестили в 10 лет, то он должен. Ну, он такой, по евангельским понятиям был, и так предложил. А так, я жизнь проводил, ужасную вообще, я там пробовал наркотики и всякие разные, там, что только не делал, меня садить хотели. Ну, короче, ужас вообще. У меня или могила была, или терма одной из двух, вот, или все вместе вообще. Слушай, братец, что я у вас не вижу никого? Вы что не... Бог полностью изменил мою жизнь, вообще полностью. Я почувствовал присутствие Божьего однажды, прикосновение прям. И кишу никого. И была такая радость, необъяснимое чувство людей, и радостью, что у меня чуть душа из тела не вырвалась. Я понял, что это расходно. Это встреча со крестом. Да, да, и я изменился полностью после вот этого прикосновения, как вообще другой человек стал, я понял, что это Бог, я все. Вот это так и есть. Я месяца два вообще просто летал, я земли под собой не чувствовал, я всем хотел о Боге говорить. Я даже удивился, когда пришел в церковь, батюшка непонятно, о чем разговаривал, там со своим братом об машине рассуждали, я думаю, о чем мы говорим. Ну да, да, да. О, это Боге говорить, вы что там несете, думаю. Главное было такое, что я разговаривал с людьми, вот пошел сразу же друзьям своим проповедовать, что Бог есть на самом деле. И они никакие вопросы не задавали, я на все давал ответы, я сам удивлялся, откуда я вообще, что я знаю. Я на все отвечал, даже в тупик меня поставить не могли. И вот так вот. Если бы вот так Бог меня не прикоснулся, я бы, может, не поверил бы до сих пор, если мне кто-то бы просто рассказывал о Боге. А я лично сам имел вот это вот прикосновение. Но потом как-то случились такие моменты, что я постепенно отошел от Бога, один остался. И я блуждал, и я начал опять те же грехи самые творить, опять вернулся в эту грязь. И вот полгода назад я опять обратился к Богу, попросил у него прощения, пошел в храм, исповедовал грехи все. И после вот исповеди, все, у меня желание общения с Богом, мне хочется молиться опять. И я получил опять свободу, опять я Бог освободил от сигарет, от всего там, от питья, я пьянствовал постоянно вообще. Все, полная свобода, как будто я ни пил, ни курил. Меня даже не тянет, мне даже отвратительно это все. У меня тяги даже нет. Я удивляюсь, что какая милость Божия меня до сих пор вот как бы не оставляла. Вот даже как я отошел от Бога, грешил, но вот Бог все равно свою милость явил на мне и опять свободу мне дало. Вот все. Вот так вот. Что дела твои, Господи? Ну, слава Богу, братья, давайте уже будем прощаться, рады с вами пообщаться. Да. Созвонимся. Я Михаил, посмотрю, может добавлю сейчас к себе. Ну, иногда будем созваниваться, так, кроме этого, да? Да, ну, хорошо. Если вы не против. Нет, конечно, нет, нет. Ну, хорошо, ну, ладно. Вот я только не умею тут совсем все вот это управлять, что-то с этим компьютером. Ну, а что, позвоню там, это, в скайп, если вы выйдете, зеленый, зеленый такой глазок будет в скайп, если вы в скайпе. Ну, это я знаю. В скайпе это тут можно. Вот сейчас что-то выкинулся вот этот черненький, такая, коробочка, Сергей, и вот время тут у тебя идет, и все это проще, все это не в первый раз вижу. Вот такая маленькая она. Ну, сейчас там надо будет добавить. Сейчас я к вам это найду вас и попрошусь к вам в друзья. Хорошо. Принимайте. Ну, все, ладно. До свидания, братья. Спасибо. С Богом. До свидания. С Богом всем. Аминь. Аминь.